здравствуйте пожалуйста извините меня за сегодняшний мой голос я приболел немного и и насморк и горло осипло но не беспокойтесь все будет хорошо я лечусь все будет нормально видите я оделся потеплее тоже значит сегодня мы поговорим во-первых об чрезвычайно популярном блюде шашлыке и объясню почему именно сегодня также я хотел бы сказать пару слов о блогерах так называемых инфо цыганах и я хотел бы еще раз остановиться заострить ваше внимание на респираторно-вирусных заболеваниях как раз и подхватил значит шашлык блюдо которое несомненно человечество освоило одним из первых но вот изначально возможно что тушу животного просто бросали в огонь да и потом доставали разрывали там когтями и ели но более-менее цивилизованные люди очень быстро научились насаживать мясо относительно небольшими удобными для поедания кусочками на прутики держать эти прутики на тлеющим углем и получить в итоге мясо самое вкусное которое только можно получить вообще в этом мире вот под этим солнцем под этим под этой луной вкуснее ничего быть не может и вкус любовь шашлыку записан в каждом из вас в каждом из вас просто на генетическом уровне потому что предки каждого из нас так или иначе ели шашлык это вне всякого сомнения шашлык как блюдо очень популярная оброс мифами легендами и вот как люди вирусы друг другу передают точно также люди передают друг другу ошибки и заблуждения относительно шашлыка то о чем я сегодня хочу вам сказать я писал и в книгах я и на видео рассказывал на видео записывал аналогичные несколько лет назад те люди которые посмотрели тебя они уже и так все знают они уже не смотрят ничего да а если вы смотрите сегодня мой ролик наверное вы этих слова от от меня по крайней мере не слышали послушайте пожалуйста шашлык блюдо которое можно приготовить где угодно когда угодно может быть только за исключением льдов северного ледовитого океана во всех остальных местах можно приготовить шашлык и для этого даже и мангал по большому счету не нужен нужно топлива и нужно необходимы какие-то продукты которые вы можете рассадить на шампур есть у вас такие продукты есть чему гореть все у вас будет шашлык давайте начнем с земельного мангала сутки значит очень многие люди считают что так получается вкуснее мало вероятно что вкуснее но соснов давайте начнем именно с этих основ необходимо вырыть канавку необходимо устроить брусфер по бортам ганавки вдоль канавки такой и необходимо заполнить всю канавку сплошь хворостом и дровами подождать пока прогорит огонь и когда угольки потухнут уже тлеющий уголь его необходимо равномерно распределить некоторые устраивают костер пирамидкой пирамидкой и потом растягивают получившийся образовавшийся уголь в стороны это неправильно дело в том что в этом случае земля прогрета только под местом где горел костер а вот соседние участки там 20 метров копней они уже холодные поверхность может быть еще горячая под ним земля холодная как только этот тлеющий уголь попадает на эту холодную землю вот здесь он сразу начинает тухнуть потому что он отдает огромную массу своего тепла холодной земле зачем я это рассказываю понятно что у всех уже практически из мангала но многих есть мангалы кирпичные кирпич ведет себя точно так же как земля я вот на этой неделе повторил там показал старые мои ролики где я готовлю в домашнем моем мангале кирпичный я обращал внимание зрителей но наверняка очень многие пропустили это факт от мимо ушей что я сначала там нагревал этот мангал что я сначала горел костер потом этот костер там уже когда он потух я доставал нормальный разгоревшийся древесный уголь и укладывал его в мангал и только потом начну готовить и так древесный уголь как его выбирать как его покупать выбирайте тяжелый мешок ну обычно продажи есть вот там мешки да посмотрите там начнут эти этот уголь в одинаковых мешках хороший уголь будет весить тяжелее можно пнуть по мешку уголь должен звенеть можно взять вот если есть возможность такая взять пару угольков постучать друг от друга хороший уголь звонки тяжелый звонки значит хороший дает рыхлый тупой звук не звонки легкий это дрянь а не уголь ничего хорошего не получится я поеду я нажгу дрова значит у меня там будет все хорошо ребята любые дрова содержат смолы которые при нагревании переходят в газообразное вещество и вот это газообразное вещество горит как раз этими языками пламени и если вы просто это делать на открытом воздухе то горение закончится тогда же когда прогорит уже практически и весь углерод содержащийся в дровах хороший уголь получают в углевыжигательных печах это строят огромные большие печи закладывают дрова нагревают эти дрова до 800 градусов перекрывают поддувал и перекрывают тягу и огонь задыхается но под воздействием температуры те дрова которые вот еще не успели прогореть внутри в центре этой печи из них вытекает вся эта смола деготь и после этого оставшиеся вот эти вот дрова которые уже похожи собственно на уголь на углерод черного цвета они не должны по крайней мере давать языки пламени все зависит от того насколько хорошо выжили в углевыжигательной печи если вы пошли на куда-то на пикник и решили все-таки обойтись дровами ну тогда надо костер устраивать сильно сильно больше чем вы предполагаете сильно больше только в этом случае у вас останется часть какого-то угля который будет на гореть нормально и если у вас вдруг образуется даже лишний уголь это прекрасно сложите его в кучку от сторонку отложите от мангала там сюда или туда неважно куда-то кучка угля и накройте его чем-нибудь чего-то не знаю чем вы накроете может быть фольгой несколько слоев накройте прям камешками там тут камень тут камень положите чтобы этот уголь у вас не сгорелся на так быстро его чтоб доступ воздуха к нему ограничить если у вас есть зола пепел в мангаре не выбрасывайте золой пеплом тоже можно покрыть угольки они там внутри будет плеть гораздо медленнее чем на открытом воздухе и потом оттуда все просто взяли щипцами достали вот сказал щипцы я не знаю как можно приготовить шашлык не имея в руках из не щипцов то хотя бы кочерки или вы хотя бы одного шампура который загнутый буквой г подлиннее шампур загнули буквой г ну что можно было перенести один уголек туда один уголек сюда чтобы можно было постучать разбить угольки на равного размера если у вас один кусок угля вот такой а другой вот такой отлично вообще там какой-то песочек из этого тоже ничего хорошего не выйдет многие люди переоценивают количество угля и больны словами тяга нужна тяга тяга нужно вот в этом земельном мангале какая тяга может быть в нем нет дырок никаком в этом земельном мангале а получается шашлык отлично тяга и отверстие внизу нужны устройством для сжигания мусора потому что если у вас есть дырки внизу мангала то горение происходит бесконтрольно представьте себе что вы управляете автомобилем в котором заклинила педаль акселератора на максимум и все у вас тормозов нет какие у мангала могут быть тормоза и акселератор зажат и вот управляй как хочешь ну с одной стороны можно где-то там чем-то справиться как как высотой шампуров высотой шампуров над углем но наилучший шашлык стандартные куски что такой стандартный кусок кусок который одним разом помещается в рот либо ну крайне случай один раз откусил второй раз уже точно поместился понимать вот на два укуса кусок то максимум что необходимо для шашлыка вот эта гигантомания совершенно не нужна потому что вкус шашлыка вот этот вкус особый вкус мяса образуется на его поверхности поэтому шашлык у которого площадь поверхности всегда большая намного вкуснее любого стейка вот намного вкуснее пусть вот эти вот американопоклонники западные поклонники сколько хотят вам рассказывать про то что остык это что-то такое первосортное на него нужно самое лучшее мясо на шашлык можно взять какие-то едва ли там не второсортные отбросы это говорит о том что они всю жизнь ели шашлык второго сорта хорошо если не четвертого итак вот мы затронули вопрос выбора мяса мысленно представьте себе любое животное которое вы используете для мяса ну неважно какой баран корова свиньяк то есть свинью мясо это мышцы животного чем ниже они расположены тем больше они нагружены вот стоит баран понимаете у него спина спина что на ней какая нагрузка на нем же никто не ездил на него не тот верхом не садился какая нагрузка на эти мышцы было они у него не тренированные поэтому они у него мягкие то же самое у бычка вот верхняя часть спины вот самое мягкое мясо но еще там под хребтом вдоль почек вырезки вот это самое мягкое то же самое касается и хрюши чем меньше работают мышцы тем лучше а те мышцы которые в ногах они нагружены они держат они держат все вот это брюхо спину голову все понимаете и чем ниже там тем плотнее мясо это мясо тоже очень вкусное но его надо использовать для других блюд не для шашлыка не для быстро приготавливаемого метода не для метод быстрого приготовления можно сделать очень мягким и очень нежным любое мясо если его готовить присутствие влаги не важно варить и либо тушить да если это в присутствии влаги либо если само мясо выделила влагу она рано или поздно получится мягким и вот там действует зависимость что чем дольше мы готовим тем мягче становится мясо на самом деле мягче становится не само мясо а мягче становится соединительной ткани фасции жилки которые пронизан любой кусок мяса особенно тяжело нагружены и эти вот фасции тяда то есть пленочки пленочки внутри мяса жилочки внутри мяса прожил очки да они как раз состоят из особого вида белка который называется коллаген это очень ароматный очень вкусный белок но он не готовится за 6 за 8 за 10 минут он не приготовиться никак даже за 30 минут особенно без влаги он может стать мягким только присутствие влаги часа через полтора два поэтому надо выбирать мясо в котором как можно меньше количества соединительной ткани есть еще другой способ побороться с этой резиноподобные соединительной ткани она на самом деле у него присутствует как у резины его можно потянуть раз обратно вот так есть еще один способ борьбы с соединительной тканью сделать так чтобы соединительной ткани оказалось на поверхности кусочка мяса понимать когда вот режете мясо не режьте ровными кубиками не надо этого разделяйте мясо по мышцам по мышцам аккуратно разделили где-то пленочка фасция пускай она будет на поверхности мяса она будет на поверхности мяса и когда вы ее зажарите когда эта поверхность доведется градусов до 130 150 она станет хрустящей и это будет вкусно когда она внутри куска мяса она никогда не нагреется до 130 150 градусов потому что элемент что мясо на 70 процентов состоит из воды пока вся вода не испарится мясо не может нагреться температуры выше 100 градусов и не надо нагревать мясо до температуры выше 100 градусов для говядины хорошая готовность мяса это всего лишь на все 52 54 градуса внутри куска мяса для баранины от 68 до 76 68 ох какая она получается нежная какая вкусная розовенькая и говядина кстати говорю должна быть внутри розовая вы должны вы сначала выбрать правильный кусок мяса подходящий для шашлыка со спины либо вырезку во вторых вы должны его правильно пожарить так чтобы снаружи мясо зарумянилось а внутри насквозь до самой середины оно дошло и стало бы розовым не серым многие начинают ножом резать и говорить вот его его еще кровь кровь спускается при забое животного перерезают крупные артерии вся кровь должна выйти если нет то это то это не туша мясо это труп животного если в нем содержится кровь пью ее отлегчает ничего все нормально выдержим многие говорят надо знать какой маринад ребята маринад сейчас скажу то что вам вам очень не понравится очень многие не понравятся маринад не размягчает мясо за исключением того если этот маринад содержит ферменты которые разрубил способны разрушить белковые молекулы вот у мерки и содержит такие ферменты ананас разрушается разрушается белок и мясо в результате становится мягким и невкусным мы едим мясо для того чтобы получить белок белок и еще немного жиров вот вот тогда это вкусно когда там белки сажало киви зачем это мясо есть вообще но я сейчас сказал слова которые прямо очевидно противоречит здравому смыслу противоречит человеческому опыту все маринуют и у кого-то там иногда получает шашлык мягким как же так как он получается мягким значит слушайте размягчает мясо время 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 пребывания мяса в незамороженном виде при плюсовой температуре маринад назначение маринада первое первое назначение маринада предохранить мясо от порчи само слово маринад происходит на слову марина море морскую воду я предполагаю что когда-то с древние времена упаривали повышались концентрацию соли и вот в этой воде в эту воду опускали мясо и мясо превращалось в маринованное то есть повыше морской воде и не испортившиеся но она уже будет морской воде при плюсовой градусе где там древняя греция где там древний рим не было никаких холодильников да а по всей видимости вот мясо жарено на углях вы готовили уже и тогда совершенно не могло обойтись без этого так вот мясо маринованное по повыше морской воде соль соль главное действующее вещество второе вещество которое способно предотвратить порчу мяса это уксус чтобы что не было плохо немножко можно а плохо готовить без мозгов вот это очень плохо третье вещество третья группа веществ которые способны предотвратить порчу мяса это специи черный перец наиболее популярная специя во всем мире к сожалению обладает малыми антисептическими свойствами значительными антисептическими свойствами обладает зира кумин по-английски куркума где-то в какой-то степени красные перцы впрочем если кто-то видел красные перцы и сами весьма охотно только в путь плесневеют да то есть бактерии могут пожрать бактерии плесени какие-то грибки и т.д сожжут и красный перец тоже каким бы острым он не казался это он для нас острый а им а им самый раз вот куркума прям существенный такой антисептик можно ранку присыпать куркумой терти решайте сами чем вы замаринуете но вот если лук мне недавно пришлось готовить шашлык и пришлось порезать лук по старому порезали тоненько смешали с мясом и потом перед тем как насаживать убираешь этот лук и что-то там все равно остается этот лук пригорит потом на мясе луковый сок луковый сок во первых он немного улучшает вкус мяса во вторых ну довольно слабо но как-то размягчает мясо чуть-чуть там в нем есть какие-то ферменты которые способны размягчить мясо третье и гораздо более важное предназначение лукового сока состоит в том что в луковом соке содержится сахар не та сахароза который мы в чай подмешиваем да сахара более простые такие как там не знаю там я точно не знаю но предполагаю что глюкоза фруктоза и так далее то есть в луковом соке до 12 процентов сахаров вот эти сахара краснеют при температурах начиная там где-то нибудь от 110 120 градусов они начинают краснеть усиленно и это позволяет позволяет зарумяниться мясо чуть быстрее в принципе в принципе вот многие же минеральной водой маринуют да это нормально нормально минеральной воды тоже можно замариновать туда в эту минеральную воду нужно соль добавить размешать и надо в нее добавить сахар прямо тут так вот на такую кружку вот ложку столовую ложку сахара добавить и полейте мясо он когда вы эту кружку воды распределите не знаю там на 3-4 килограмма мяса сколько вы будете готовить это столовая ложка сахара и она не будет заметна но этот сахар позволит мясу зарумяниться быстрее зачем это надо зарумяниться мясу быстрее мы же должны приготовить его до готовности да дело в том что в нас на генетическом уровне записано что готовое мясо должно быть если оно жареное на углях то оно должно быть красного цвета золотисто-красного цвета и многие еще не готов не я знаю еще не готов папа готовил дедушка готовил и готовят готовят мясо пока она не покраснеет пока она покраснела но внутри уже переготовлена вот это вот температура который он говорил еще раз повторяю 52 54 говядина 68 76 баранина хотите свинину жарить не знаю свинина наиболее опасное мясо в этом смысле да что можно где-то там чего заразиться ну там до 85 градусов хотя я знаю что в очень хороших ресторанах в странах с развитой гастрономии многие повара жарят свинину теперь до 60 градусов почему потому что они абсолютно уверены в этом мясе что в нем нет никаких паразитов что в нем нет никаких бактерий и так далее и так далее о бактериях и паразитах после майских праздников все больницы будут забиты отравленными отравившимися мясо режете же вы порезали да там принесли вы с рынка порезали некоторые моют мясо думают что они смоют бактерии если мясо уже где-то полежало там на колоде не знаю в грузовике где-то везли в газели какой-то везли бросили на пол туши и везли и там уже есть бактерии они туда внутрь залезет поэтому почему мясо не моете ночью мыть его вы с грязного места на чистое перенесете эти бактерии вот и все вот все что вы сделаете я стараюсь брать мясо одним большим куском когда домой пришел аккуратненько по на самую чистую доску и аккуратно снять с него верхнюю пленку ложечком представители все на алкоголь салфетка влажная салфетка не знаю чего у вас там есть водка коньяк чем хотите протрите его это кусочек мяса вот он будет обеззаражен уксусом потрите уксус тоже обеззараживает отлично но и должен быть достаточно крепкий уксус от не яблочный уксус который якобы полезен для здоровья про алкоголь заговорили есть еще одно применение алкоголю где-то у меня здесь лежал сосед гонит самогон и пытался меня все угостить я ему объясняю что не пью он мне принес тогда вот то что когда гонят самогон прямо первые там литр там полтора которые выходят с самогонного аппарата переполненные сивушными маслами самогон он мне придется только такого самогона он чертовски крепкий градуса 70 наверное не знаю он загорается прямо идеально он вот можете использовать его в качестве жидкости для розжига а я хотел бы попросить вас дорогие друзья не пользоваться жидкостями для розжига покупные вообще самогоном этим соседским я еще кое-как могу согласиться а вот с соглашаться с жидкостями для розжига которые покупные это все керосин керосин смешанный сам дешевым парфюмерными самыми дешевыми парфюмерными отдушками шашлык должен пахнуть по-другому шашлык не должен пахнет керосином вот никак и ладно еще это еще и травма опасно у людей у некоторых людей мозгов меньше чем у детей плохо горит раз туда плескает керосин и бах вспыхнул на рожу травмированных он уже ждут травм по пункту после после майских праздников не надо этого делать не делайте так береста кора березовая отлично загорается дрова же будете браться вот его отодрали сложили несколько щепок хворостинок загорелся огонь положить сверху дрова если вы купили уголь когда эти дрова загорелись потом сверху высыпите это уголь и все пускай горит и разгорится куда вы торопитесь вы же приехали отдыхать чего торопитесь сейчас я быстро жидкостью для розжига еще нальют мангалы эти мангалы потом пожизненно воняют пожизненно воняют вот вот этой дрянью зачем не делайте так о кусках мяса я уже говорил как будете кушать шашлык из шампуров или на тарелочку выкладывать шампура вкуснее только в этом случае на каждый шампур надо насаживать 45 кусочков мяса не больше не надо покупать вот такие вот вот такие вот длинные шампуры не нужно этот кавказский шампур кавказский шампур не нужно если шампура кушать то вот ну 20 25 сантиметров вот вот это вот вы как раз это успеете съесть раз два три 4 5 ну максимум 6 кусочков и шестой кусочек уже будет довольно прохладным понимаете шашлык же тот же конвейер сюда поставили отсюда выход готовый на мангале распределите уголь так чтобы в одном месте было угля чуть побольше чтобы он мощнее говорил другом месте чуть поменьше здесь обжарили корочку дали здесь добудете до готовности если вы все-таки не послушаете дяди сталика и начнете готовить вот 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 такие куски мяса вот такие куски мяса значит их невозможно пропечь за один раз их надо один раз пожарил делал ему дал ему корочку потом их надо просто взять отложить под сторонку накрыть пусть они там постоят тепло из внешних слоев мяса должно проникнуть внутрь а потом ставишь и доводишь до готовности когда поверхность его остыла шашлыка потом его нужно поставить во второй раз и у вас все получится тогда и это как шашлык будет пропеченный но менее вкусным потому что площадь его поверхности по отношению к его объему и массе меньше а мелкие кусочки вот мелкие кусочки я показывал уже на днях там ташкентский шашлык снова повторил ташкентский шашлычок маленькие кусочки мяса готовится за пять за шесть минут я предложил кстати говоря там я вообще не мариновал прям в ролике я вообще не мариновал там идеальное мясо было я порезал кубиками насадил на шампуры и пошел начал жарить сразу посолил поперчил начал жарить сразу вот посолил и поперчил непосредственно перед тем как поставить на мангал и многие значит люди которые считают что они вот познали дзен в шашлыковедении говорят что шашлык мясо заранее солить не надо соки все вытягивать но я тоже знаю химию до явление осмоса я понимаю как она работает но вытягивает соль из верхнего слоя мясных клеток влагу вытягивает а дальше снова перепонка и это перепонка снова дальше еще одна перепонка клетка вот внутренняя она заполнена жидкостью мясная клетка вот этот вот через эту перепонку да будет влага выходить туда в сторону соли но с другой стороны если вы собираетесь каким-то образом просолить мясо крупинка соль внутри крупинка соли внутрь как пролезет это же не червь когда проглезет туда что ли себе должно выделиться несколько капель мясного сока на поверхность в этом в этом мясном соке растворится соль и вот это жидком состоянии соль уже вот будет согласно осмоса при переходить в одну клетку вторую третью и так далее в глубь иначе она просто не пройдет если мясо возьмите подсушите и подпосыпьте его ну хоть 10 лет будет стоять соль сверху внутри мяса пресная не соленая не соленое мясо невкусно почему я там посадил сразу потому что маленькие кусочки нет разницы здесь соли или внутри ты же ешь ее сразу тебя соль попадает вот сюда вот в рот и наш организм готов это еда раз соленая значит это еда и выделяется извиняюсь за подробности слюна слюна пошла шашлык сочный не пошла слюна шашлык сухой понятно теперь шашлык можно готовить как я уже сказал из любого мяса из курятины посмотрите кучу рецептов самый вкусный шашлык это из утиной грудки из рыбы из чего угодно про все про это у меня куча роликов посмотрите еще раз вопрос который взбудоражил благосферу и не только благосферу там блиновская почти миллиард неуплаченных налогов арест окольцевали дом дома посадили добрые у нас эти вот прокуроры следователи добрые и сегодня я прочитал гуляет список по интернету о том кому следует приготовиться люди которые не платили налоги люди которые не платили налоги ребята это подлецы это подлецы в россии но налоги очень мягкие от для и п для и п вообще очень мягкие налоги лучше не бывает и не знаю где еще лучше и вот вот эти копейки тебе жалко заплатить что бабушка пошла со своей пенсии купила лишнюю пачку молока и лишнюю булку тебе жалко заплатить тебе жалко что если кто кто-то поляшет полиции ему дадут бесплатно лекарство это подло это подло но также деньги заработаны тоже подлым образом обман обман дураков почему говорю дураков до массово всех всех подписчиков которые давали ей эти деньги я могу назвать однозначно дураками пока живут на свете дураки обманывать их стало быть с руки если бы они были умны они бы прочитали в детстве сказку про буратино но они или сказку не прочитали они даже и кино не посмотрели хотя бы кино посмотрели про братино хорошо же фильм там все рассказано если себе кто-то говорит что чтоб ты стал богатым принеси мне сначала свои деньги все это мошенник термин инфо цыган я категорически не хочу употреблять за что я должен оскорблять цыганский народ только за то что среди них есть там какие-то женщины которые зарабатывают вот на улице гаданием каким-то вот мошенничеством но мошенники среди всех наций есть дубленовской кто по национальности среди любой нации есть мошенники и не надо оскорблять цыган этим термином уж цыгане если нормальные люди добросовестные люди есть музыканты артисты я был однажды на одном юбилее где пригласили музыкантов цыган играть там петь они работают я знаю что такое музыка я занимаюсь музыкой занимаюсь композиторством музыкой я знаю какой это труд они работают их деньги заработали честно вот у этой нечестно и в этом списке я обнаружил значит забавное слово новое нутрициолог это знаете зачем питание да знаете почему они переименовались они же раньше называли себя диетологами но я их обзывал диетолухами диетолухи наверняка эти подлецы тоже значит не обладая специальным медицинским образованием начинали учить людей значит как как полностью поменять свой рацион куда ты лезешь куда ты лезешь наше питание выработано поколениями поколениями наших предков эмпирическим потом путем те семьи которые питались неправильно вымерли вот такой ценой образованы наши национальные кухни понимаете умерщими людьми родственниками чьими-то а эти умности сейчас научу как похудеть сейчас научу как 200 лет жить когда они называют себя чуть диетологами у меня был один там знакомый среди них он там типа как-то раз быстренько взял и похудел там килограмм до 90 со 140 и стал писать книжки про диетологию значит что как похудеть сейчас снова там те же самые 140 килограмм но продолжает называть себя чуть ли не профессором и суммой видом лечить людей ребята я тоже не обладаю специальным кулинарным образованием но я книжек по кулинарии прочитал больше больше любого преподавателя в кулинарном техникуме и своими знаниями теории а тем более уж практики я могу поспорить с любым преподавателем кулинарного техникума и с любым поваром и с любым поваром тоже могу после поспорить и с диетологами с диетологами нутрициологами тоже могу поспорить и могу вам сказать ребята два кусочка шашлыка имеет тоже самый вкус что 10 10 кусок шашлыка имеет тоже тот самый вкус что и два первых не переедайте не пейте слишком много будете пить я знаю все равно это неизбежно праздники еще чем не надо пить слишком много и переедать не стоит ешьте столько же сколько вы едите в обычные дни вы можете съедить чуть вкуснее а это вкусно поэтому я съем чуть больше зачем а зачем если много других радостей в жизни бадминтон поиграть и волейбол поиграть и с детьми поиграть силы тебе некуда девать будешь жевать жевать там пузо отращивать не дети детей вот на шею посади покатай поиграть с ними в лошадку это будет классно то что они запомнят ваши дети ваши на всю жизнь я тоже у меня первые воспоминания шашлыки связаны с самыми приятными днями моей жизни самым большим счастьем которое может может случиться человеком только в детстве когда мама папа еще молодые когда у них хорошие красивые добрые друзья когда пошли куда-то на природу когда вдруг свежий воздух от которого аж прям голова кружится и и вот этот вкусный шашлык одним словом берегите здоровье и не поступайте так как я мы летели с супругой у нас была пересадка в дубае и нам предстояло подождать несколько часов в аэропорту рядом сели мужики афганцы один из них вот так кашлят так кашлял надо было пойти маску купить я не один не надел маску жена тоже не надела жена сразу заболела вот сейчас поехала к врачу мы вернулись досрочно из этой поездки она поехала к врачу а я вот уже вчера здесь сначала вроде как шутя к утру ужас чай в общем ну сейчас же не жене что выпишут то и я буду принимать к вид никуда не делся ко мне приходят люди которые пытаются меня стыдить за то что я агитировал за маски за прививки не делали бы мы прививки и не умерло бы столько людей не переболел и тяжело не переболела бы столько людей мы не приобрели бы вот этот коллективный иммунитет и этот вирус не мутировал бы более мягкие формы сейчас люди продолжают болеть к видам одни большинство пати полегче гораздо чем раньше умирает уже существенно поменьше людей но даже в легком виде этой заразы и не советую никому заболеть поэтому если вы плохо себя чувствуете не поступать как тот мужик афганец не кашляйте в общественных местах маску и вот в дубае например смотрю что все люди которые общаются с людьми с другими людьми целыми днями да и разговариваю с людьми особенно разговариваю с людьми они все маска ходят умные люди ничего не скажешь еще раз только прививки и только вот эти тяжелые тяжелая болезнь у значительной части нашего общества и к сожалению смерти наших друзей и близких у меня много друзей и близких умерло двое моих друзей потеряли обоих родителей от ковида только это и остановила ковид вовсе не что-то другое никакой не заговор и так далее в общем с теми кто думать иначе я спорить не собираюсь удачных вам шашлыков послушайте меня еще раз и ваша жизнь станет лучше вкуснее добрее и счастливее пока